сегодня делаем кимчи из пекинской капусты почему снова записываю такое видео для того чтобы осветить новые вопросы которые появились в комментариях напомнить старые ответы ну и плюс конечно осенью сюда в корее делают кимчи а почему потому что осенняя пекинская капуста по-особенному сладкая и традиционно именно в это года делали кимчи и называлось такое событие кимчи и так пекинская капуста у нас с вами два кочана больших кочана 3 с половиной килограмма в общей сложности мы сначала должны немного надрезать кочан в том месте где у него основание где у него кочерыга но надрезаем совсем немного только лишь для того чтобы нам было удобно далее разорвать капусту руками чтобы листья были красивые затем каждую полученную половину мы немного надрезаем разрезая кочерыжку напополам буквально 5-7 сантиметров но зависит от того какого размера кочерыга затем мы засыпаем соль между листьями капусты капуста конечно уже к тому времени у нас должна быть помытая сколько засыпать но так берете горшточку и по чуть-чуть между листьями засыпайте это не принципиально здесь количество потому что мы все равно будем класть капусту в соленую воду в общей сложности для засолки мы используем 500 грамм соли то есть оставшуюся часть после того как мы посыпали немного между листьями мы засыпаем холодную воду и растворяем соль заливаем капусты этой соленой водой так чтобы она целиком полностью покрывал имеющийся у нас капусту и затем сверху кладем любой пресс то что капуста будет всплывать оставляем капусту в соленой воде на 7 часов летом то что тепло и на 12 часов зимой так как более холодно по истечении этого времени мы промываем капусту в холодной воде промываем один раз или дважды то есть если капуста получилось очень соленая промойте дважды листья которые будут опадать мы не выбрасываем их подбираем и тоже будем мариновать всю промытую капусту мы складываем с вами под наклоном так чтобы с нее стекла вода займемся с вами приготовлением мучной пасты нам потребуется вода в объеме 200 миллилитров и есть вариант либо мы используем клейкую рисовую муку муку которую использую для мочи или же пшеничная мука 3 столовые ложки также можно использовать уже отваренный и остывший рис и выварить его до такой же консистенции как опция растворяем муку в воде разбивая все комочки включаем огонь и варим на слабом огне все время помешивая лучше использовать деревянную ложку варим мы до густоты каши и не доводим эту массу до кипения а именно просто вывариваем ее до вот такой вот густоты обратите внимание на консистенцию и потом полностью остужаем эту мучную массу натуральным образом теперь займемся тем что нам нужно для пасты маринада а именно мы это все вместе будем перемалывать в блендере но изначально это у нас три головки чеснока где-то около 72-75 грамм также свежий корень имбиря 25 грамм если у вас аллерг аллергии на имбирь то просто пропустите его одна сладкая груша 100-150 грамм тоже не принципиально не хотите пропустите 1 луковица достаточно большая и дайкон редька или красный и редис 200 грамм не принципиально можно и то это все это мы нарезаем и переломаловым прям таки сразу можно вместе в блендере и получаем с вами вот такую вот массу вы можете перемолоть эти ингредиенты по отдельности заложить их по отдельности или вот сразу вместе что по моему гораздо удобнее далее зеленый лук 75 грамм если у вас у лука вот эти белые кончики достаточно толстые то их лучше всего надрезать буквально немного на сантиметр или на 2 и сажение тонкий то этого делать не нужно нарезаем лук кусками в 4 сантиметра приблизительно в 4 сантиметра и теперь можно делать пасту маринад берем какую глубокую емкость удобно для перемешивания и закладываем туда всю перепад перемолотую нами массу также туда закладываем уже остывшую мучную массу которую мы с вами вываривали эта база это пропускать нельзя и затем закладываем и добавляем рыбный соус 75 миллилитров многие спрашивают могу ли я пропустить рыбный соус или заменить его на соевый соус вообще нет потому что в корее так и не делают то есть вы можете так сделать но это официально кимчи не назовешь но в любом случае главное чтобы вам было вкусно далее сахар 3 столовые ложки можно заменить на мед или в корее еще иногда заменяют на экстракт сливы тогда 4 столовые ложки многие сахар не едят не любят и можно заменить на новый сахар на степи в корее даже иногда заменяют это на сладкий на сладкую хурму королек но вот разминают ее и кладут ее туда без кожуры конечно затем красный молотый перец чили 75 грамм если он это европейский перец чили со с европейским перцем будь аккуратно он должен быть обязательно не оранжевого красного оттенка и с ним не всегда получается удачный вкус тут иногда нужно поэкспериментировать если же у вас корейский перец для кимчи то 150 грамм то есть удваиваете то что в корее специальный перец для кимчи который они используют засыпаем туда же и все хорошо перемешиваем до однородности мешать тоже советую достаточно долго где-то минуты 2-3 после того как мы все это перемешали мы даем пасте маринаду настояться 30 минут кстати лучше использовать деревянную ложку при перемешивании затем по истечении этого времени мы добавляем зеленый лук нами прежде нарезанный и хорошо это вместе перемешиваем теперь можно приступать уже непосредственно к маринованию то капуста которую снизу не уже должна была стечь и вода мы теперь ее должны промазать ее листья вот этой пастой маринадом как вы будете промазывать листа с каждой стороны или только с одной стороны это не принципиально можно и так и так вы так у вас масса маринад паста который есть ее мысленно разделите на несколько частей в зависимости от того сколько кочанов вы промазываете чтобы вам хватило на все я просто использую тот же тазик но для удобства вы можете положить капусту в один тазик и брать пасту маринад из другого чтобы вам было легче контролировать ее расход промазав все капустные листья мы должны сложить капусту в контейнер для хранения контейнер берите размером немного больше потому что кимчи даст сок и укладывая ее в контейнер и лучше всего подогнуть листья кочана под себя и складываем капусту друг на друга так чтобы она давила своим весом на другую капусту затем мы вне холодильника держим все это полдня и потом ставим в холодильник храним в холодильнике есть как правило можно уже после 7 дней со дня приготовления если у вас нет специального кимчи холодильника который поддерживает специальную температуру то тогда в обычном холодильнике срок хранения будет не больше двух месяцев надеюсь вам было интересно лайкайте подписывайтесь если есть вопросы оставляйте в комментариях делитесь этим видео здесь еще раз способ приготовления и ингредиенты приятного вам аппетита и так и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok